А здесь вы можете видеть всякие вещи, которые нам достаются, как археологам, историкам. Ну, поскольку все вот эти пищали, все эти пистоли можно, ну, и они, скорее всего, как-то там утилизировались, ну, может быть, не то, что утилизировались, переделывались, ну, в общем, не выбрасывались, а вот не терялись, то есть потерять такие большие агрегаты было довольно сложно. А вот такие штуки, как вот пулилейки, вот это одиночная пулилейка, это фрагмент многоечейный, то есть брали свинец, наливали, ну, разогревали, наливали в эту самую формочку, зажимали и получали пулю. Или вот такие вот кресала, отвертки так называемые, то есть те, которые прилагались к пищалям, ну, прилагались, не прилагались, неизвестно, но которые, скорее всего, вот здесь вот на конце имели уплощение, все возможное, которые позволяли, ну, и здесь, соответственно, тоже каким-то образом починить, там, пищали разобрать, развинтить, завинтить, ну, поэтому называются кресалоотвертки. Вот, и внизу это вы видите кремнии, которые вот использовались в колесовых и кремневых замках, которые сохранялись, ну, выпадали в какие-то моменты жизни. Ну, а здесь, значит, представлена пороховница, которая, ну, сохранилась, это с начала XVIII века, то есть она практически идентична пороховницам XVI-XVIII века, ну, там прошло-то несколько, немного лет, то есть вот здесь специально подпружиненная, как это, крышечка была, куда насыпался порох, и когда надо было насыпать порох, значит, в ствол, допустим, нажимался вот на рычаг, здесь нажимали на рычаг и высыпали, а здесь это мерный стаканчик, в который насыпали необходимую норму пороха. Это вот остатки кожаного мешочка, в котором хранили пули специальные. Ну, это пороховница охотничья, скажу честно, но она мало чем отличалась от пороховницы вооруженных, ну, солдат и различных тех же детей боярских. А, прошу прощения, я чуть-чуть с запозданием про пистоли с колесом, замком, ну, это варианты разные там пистоли XVII века, вот один, видите, мог, вот специально имел специальное, как это, крепление, в общем, специальный вот этот вот рычажок, он позволял крепить пистолет на ремень, на, ну, такие плоские вещи, а этот наверняка должен был вставляться в специальные хранилища, которые назывались альстриадии. Вот на этом рисунке мы видим воевода сидит, и у него перед ним как раз вот пистолеты в этих футлярах специальных, которые по бокам коня, ну, как правило, пара пистолетов. Вот. А это как раз возле него стрельцы, ну, как это увидел Олег Федоров, стрельцы города Епифани, которых, в отличие от, например, казаков, от детей боярских было довольно мало, ну, например, в той же Епифании было всего около сотни стрельцов пеших, и со временем появилось где-то 50 стрельцов конных, то есть всего 150 человек. Ну, тем не менее, стандартно, как бы, считается, что они вооружались пищалью, ну, стрельцы, они, поэтому так и называются, что были набраны для того, чтобы стрелять из пищалей, вначале определенных, потом, ну, фитильных, потом более других, хорошо сказал. Вот. Ну, это, здесь представлен вариант реконструкции стрельца 17 века. Ну, обычно стрелец, это, в нашем представлении, стрелец, это вот пищаль и бердыш, большой топор, которым, вот он, они вроде бы как вооружались, но, скажем так, в последнее время исследователи склоняются к тому, что бердыши, эти вот эти большие топоры, стрельцы получили, причем не факт, что городовые стрельцы имели эти топоры, а именно московские стрельцы получили где-то в середине 17 века, может, даже ближе, там, во второй, ко второй половине 17 века, примерно во время войны с Польшей, что-то в этом роде. Но здесь некоторые вариации, вот это, то, что на нем, перевязь такая с деревянными такими баклажечками, как это, пенальчиками, это по-русски называлось бериндейка, но по-европейски это бандерилья. Нет, я что-то не то говорю, да? В общем, это специальные футлярчики для хранения пороха, то есть примерно в каждом из них насыпан порох для одного выстрела, ну, чтобы не тратить время на отмеривание пороха вот этими стаканчиками, как мы видели, где пороховница была, значит, там изначально загружался порох на один выстрел, и, значит, пешему человеку это можно было таким образом, как бы, ходить с подобным пороховым запасом, потому что всаднику, конечно, это было бы затруднительно. Просто еще одна перевязь с этим делом. Да, внизу вот вы видите изображение Бердыша из одного из западных источников, это относится к 70-м годам 17-го века, и, ну, вот, возможно, это как раз стало основой для всех, для этих представлений о стрельце, как о носителе Бердыша. Ну, и вот в том числе на рисунках Федора Солнцева кое-что видно, но кое-что достается и археологам, и находили мы в свое время вот этот обломок, ну, либо Бердыш, либо большой топор. Ну, вообще, представляет, что до Бердыша стрельцы, ну, не то что выражались, ну, могли использовать рогатины, допустим, или какие-то вот прото-бердыши, то есть большие топоры, или, может быть, не большие топоры, но какие-то топоры на длинных ручках, могли использовать какие-то другие топоры, копья, но которые, возможно, носили за спиной. Ну, это для обороны, потому что, потому что с пищалью, так сказать, если на тебя налетит конный всадник, ты пищалью можешь в лучшем случае закрыться, так сказать, выстрелить не сможешь. Ну, а здесь это приведены примеры пуль, которые вот, ну, идею пули, на пулелейке мы видели, когда смотрели на детей боярских с пищалью, ну, к сожалению, у нас не так много, ну, не такое большое разнообразие предметов, но и поэтому мне пришлось немножко их разнести на несколько категорий и в каждой категории показать разный вариант, вот, связанный с огневым делом, со стрельбой. Ну, и самая, так сказать, любимая, наверное, в последнее время категория служилого населения – это казаки. Ну, вообще считается, что тульскими, скажем так, краеведами, что где-то тульская земля – это чуть ли не родина казачества. Ну, на самом деле, сказать это сложно сказать однозначно, да или нет. Ну, начнем с того, что впервые казаки на русской службе были упомянуты в 15 веке и относились к мордовскому населению. То есть, возможно, что все-таки совсем не у нас появились казаки. Тем более, что мы в 16-17 веках знаем о существовании казаков городовых. То есть, это специальная была такая категория служилого населения, которое прибиралось, то есть, набиралось из вольного охочего населения, как стрельцы, например, пушкари, и набирались казаки. Ну, это, видимо, была первоначально, может быть, легкая конница, то есть, стрельцы были пехота, и вот городовые казаки выполняли функцию конницы. Хотя, впоследствии, наверное, в 17 веке уже, наверное, во второй четверти появилось, и, наверное, большинство городовых казаков перешли в пешую форму службы, и, то есть, когда еще привлекались к полковой службе, наверное, они были конные, а уже со второй четверти 17 века вот городовые именно служили при городе, как оборонительный гарнизон, и, естественно, лошадей им уже было не нужно. Но там много разных факторов. Скорее всего, тут повлияло и разорение казачества после смуты, и голод, мелкоземелья и все такое прочее. И, скорее всего, естественным образом они отказались от службы на лошадях. Но здесь Олег Федоров показал несколько вариантов, так сказать, служилого казачества. Это вот один с печали сидит, например, один с копьем, другой с пикой. И вот разные варианты, в котором могли служить казаки. То есть, известно, что казаки были так называемые с вогненным боем, и конный, и пеший. И, ну, на самом деле, история вот конца 16-17 века, она довольно запутанная, и про все, наверное, категории населения служилого трудно упомянуть. Но вот кое о чем я вам сейчас рассказываю. Ну, это вот пример такого, такой реконструкции казака, то есть, снаряжение, вооружение казака с карабином или там пещаль, короткая пещаль, скорее всего, это конный казак. Ну, и что еще мы имеем на Тульской земле, на территории, которую можно связать и с казачеством? Ну, вот это наконечники пик, которые они могли использовать. Не факт, что только они, но, по крайней мере, мы считаем, что казаки, наверное, в первую очередь использовали пики для конного боя. Ну, и, значит, очередное кресало тоже, вот такой другой вариант кресалоотвертки. И вот интереснейшая находка, не очень такая невзрачная, это округлый брусок, свинцовый брусок, который был найден на месте, ну, на месте одной из засечных застав, и, ну, там и рядом и были пули. Ну, мы предположили, что это был как раз тот самый свинец, из которого лили пули. Ну, поскольку под другие дела он слабо подходит. Ну, еще была одна категория служилого населения. Практически во всех городах стояли пушки и использовались затинные пищали. Ну, пушка, это вот, товарищ тут банит ее, а здесь, значит, вот она, затинная пищаль. Это пищаль большого калибра, то есть это не ручная пищаль, с которыми воевали стрельцы, казаки и дети майярские, а это пищаль большого калибра, ну, большего, чем, ну, они, большего, чем вот ручная. И они стояли в крепостях специально, и, видите, у них был вот так вот, делался такой крюк, так называемый гак, из-за которого иногда, ну, в общем, исследователи называют не то гаковница, не то гаковница, в общем, я точно не могу сказать, как это правильно звучит, потому что, честно говоря, в документах, а, вот на переднем плане, кстати, вот она лежит, и это вот такая затинная пищаль. Ну, это специальный гак гак был сделан для того, чтобы затинщик, то есть затинщик, и почему пищаль затинная, и почему затинщик? Потому что она затыном была, то есть она не то, что затинная, она затынная пищаль. Он цеплялся за тын, за бревна стены, значит, в амбразуры, там, где стоял, стрелял, и таким образом, ну, как немножко уменьшал отдачу, потому что калибр, еще раз повторяю, был больше, чем ручная пищаль. И вот таким образом придумали, ну, это такая вот, как говорится, голь на выдумке хитра, такая вот, как сейчас модно говорить, лайфхак, видимо, можно так сказать. И вот, ну, пушки я показывать не буду, потому что из пушек у нас ничего не осталось. Да, ну, это вот вариант того, как мог выглядеть пушкарь. Ну, на самом деле споры насчет и амуниции пушкаря, и его там вооружения, вечно, в общем, еще не закончились. Ну, вот предполагается, что пушкари могли носить так называемые аламы. Это вот нагрудник такой, здесь он показан в резном виде, то есть там вырезана голова льва. Ну, в целом, такой алам сохранился, по-моему, в фондах оружейной палаты или ГИМа. Я сейчас точно не помню, извините. И еще есть другой алам с выбитой мордой льдва, то есть есть вот прорезной и выбитый такой. Насколько это воззрение, то есть что носили все пушкари аламы, правдиво, неизвестно. Ну, кто-то считает, что такие аламы носили только московские пушкари. В целом, это разумно, потому что на всех, как бы, другие города, потому что в каждом городе были десятки пушкари, в некоторых там были и сотни человек в больших городах, допустим. На всех, конечно, таких не наделаешь, но вот есть такое также мнение, что возможно, что со временем московские списанные аламы могли передавать в города. И на основе этого, так сказать, мнения мы решили сделать такой образ пушкаря. Ну, а в руке он держит пальник, которым подпаливали... Ну, здесь он просто такой... Вот, видите, здесь он дымится, он обвивался фитилем и вот закреплялся. Ну, насколько это тоже правдиво, непонятно, потому что, в общем-то, известно, что был большой такой, известен, известны размеры и сохранился большой государев пальник, который использовался при большом наряде. То есть это все тоже столичные вещи. Ну, тот пальник выглядел как пятирожковый такой инструмент. Ну, наверное, в городах они могли быть проще. Ну, и вот могу вам с гордостью сказать, что у нас есть, как мы предполагаем, пищаль из Епифани, упомянутая в писцовой книге Епифани 1572 года и, возможно, что затинщиком, который стрелял из нее, был Алексей Фомин. Просто при... Когда-то мы делали выставку, посвященную служилому населению, края нашего, и начали как-то размеры промерять и, значит, оказалось, что вот этот ствол, он, значит, длиной где-то 70 с небольшим сантиметров, и это меня как-то навело на какую-то аналогию такую знакомую. Я вспомнил писцовую книгу, и там действительно упомянута пищаль, которая длиной 4 пяди, а это как раз где-то 71 с небольшим сантиметром. То есть длина ствола совпадает, но насчет калибра там трудно сказать, потому что 5 ядер из фунта там тоже тяжело это воспроизвести. Ну, не 1 пятая фунта, ну, возможно, 1 пятая. Ну, так сразу не скажешь. Ну, и вот мы предполагаем, да, и найден этот ствол был в районе как раз с хепифанией. Вот, поэтому мы можем гордиться, мне кажется, данным фактом. Ну, и здесь вы видите разные припасы, ядра к разным пушкам, но они возможны и разного времени, то есть не обязательно 16-17 веков, поскольку чугунные ядра там мало, различались между собой. Единственное, что бывали, встречались каменные ядра, но которые тоже нельзя сейчас сказать, насколько они были употребляемы. То есть мы знаем, что кроме пушек существовали такие дробовики, которые назывались тюфеками, еще и в 17 веке, то есть по традиции, ну, как известно у нас с 14, с конца 14, там 15 века тюфеки используются, ну, будем считать так. И вот еще в 17 веке тюфеками назывались именно дробовики, для которых готовили либо железный, либо каменный дроб. Вот каменный дроб могли использовать, но каменные ядра, тут я немножко сомневаюсь, поэтому и не стал приводить в фоторяде данные вещи. Может быть, это более поздние эпохи артефакты. Ну и вкратце, это основные аспекты вооружения наших служилых людей. Мы не берем тут неизащитную стражу, про которую я уже рассказывал, но она немного похожа была на стрельцов, на пеших казаков, на детей боярских с пищалями. Вот, в основном там были люди, служили с пищалями. Ну, про защитную стражу я тоже, это тоже была лекция, которая называется «Служилы люди в государевом лесу». Если кому интересно, можете посмотреть. Ну и финальный такой момент, тот самый момент, который до сих пор вызывает споры у разных людей, это вопрос о так называемой совне. Вот, совне, как, извините, как предмет вооружения, появилась в 19 веке, и некоторые исследователи считали, что вот, вот, это, значит, вот товарищ совней, значит, а здесь товарищ с рогатиной, по-моему. Вот, вот так примерно выглядела совня, ну, то есть, это однолезвийный, похожий на, с одной стороны на саблю, с другой стороны на рогатину, но однолезвийный и немножко загнутый предмет вооружения, возможно, но с чем-то, видимо, в то время активно активно в этнографии привносило свои результаты, и просто северные народы в то время еще использовали предмет такой, ну, охоты, вооружения, не знаю, как это назвать, но его называли пальма, или еще там у северных народов очень много, ну, у каждого свое название, но примерно вот такие, такой вот, как это, предмет охотничий, ну, охотничий, может быть, вооружение, да, ну, возможно, да, и что автор описания одежды там и всяческих вещей, висковатов, как раз и придумал, вот, что вот совня, это было такое оружие, ну, и к этому оружию, вот, я сейчас привожу иллюстрации из книги Олега Викторовича Дуреченского, который оставил вопрос открытым. С одной стороны, вроде бы он согласен с тем, что подобные вещи, ну, то есть, это не предмет вооружения, это, ну, вообще, подобные вещи, это в 19-м, 20-м, начале 20-го века использовались в деревнях и селах, как, ну, где-то косарь назывался, где-то сикач, лучинокол, в общем, как нож для колки лучины, или, ну, каких-то срубаний мелких веток, там, еще чего-то, ну, как мы видим, даже на этом вот экземпляре слева, который, лезвие все изъедено. Но он оставил почему? Вопрос открытым. Потому что у некоторых подобных изделий особым образом обработана вот втулка, и втулки бывают очень там хорошие, но в целом может быть он прав, и надо оставлять вопрос открытым, поскольку вот мы видим сейчас вот такие варианты, это из фондов нашего музея варианты, но вот особенно как раз тот, который по центру с таким загнутым кончиком, наверное, на эту сонню больше всего похож. Но я все-таки, наверное, склонен к тому, что это этнографический элемент быта деревни, русской деревни там с 17-го, может быть, с конца 16-го века. В основном просто эти предметы находятся чаще всего встречаются без привязки к слою, привязки ко времени. эти предметы найдены в городе Туле в слоях 18-го начала 19-го века. То есть за эти предметы мы точно можем сказать, что они не относятся ни к какому варианту вооружения и с овнями естественно не являются, а это ну и на этом в принципе я предложил бы закрыть и вопрос и закруглить лекцию. Лекция 2-го и 2-го